Меня зовут Виталий Хладницкий, я не занимаюсь профессиональной медиа, мало что меня связывало с медиа, да и сейчас мало что связывает, вы потом узнаете почему. Но просто у меня было однажды большое желание что-то сделать, нашли единомышленников и вот создали такой медиапроект. Давайте я вот такое вступление сделаю, наверное вы описание, не знаю кто-то из вас читал или нет, то что было анонсировано, о чем мы будем говорить. Тема это христианская медиа от идеи до первой продукции и вот такой абзац у меня есть. Вы бы хотели создать нечто такое, что продолжит работать даже при вашем отсутствии. Созданный однажды медиапродукт способен рассказывать о Боге, когда вы на работе, в дороге или спите допустим. Мы все это понимаем, что это прекрасная возможность сегодня доносить христианские идеи, распространять божьи принципы на земле с помощью вот этого инструмента, с помощью медиа. Поэтому мы здесь, поэтому вы на своем поле, в своих церквях начинаете что-то делать, работаете в этой сфере. Мы все понимаем, что это прекрасная возможность доносить вот Евангелие таким образом, ну и давать знать о церкви в обществе. И вот сегодня создавать медиапродукт стало проще, как никогда раньше. Если мы когда-то говорили, что нужно там десятки тысяч долларов, дорогие какие-то камеры, видеомикшеры и вот это все стоит очень дорого и только какие-то богатые церкви или там бизнесмены могут вложиться и создать медиапродукт, то сегодня берешь в руки обычный телефон, создаешь что-то креативное, у тебя могут быть просто тысячи, сотни тысяч просмотров благодаря тому, что ты вот снял что-то уникальное, что-то интересное, что-то креативное. Поэтому сегодня это особенная возможность для церквей, особенная возможность для христиан использовать вот этот инструмент. И еще одной особенностью вот нашего сегодняшнего семинара, этой секции в том, что вот я буду делиться с вами определенным нашим опытом, как мы начинали это все с нуля. Вот обычному человеку, ничего не понимающему в медиа, это я был таким человеком. Абсолютно далеким у меня было богословское образование, я не понимал, что такое там фокус, матрица и такие вещи для меня были чужды. И я был далек от этого. Ну вот я пример того, который вот хочет, может вникнуть, может толкнуть других, найти людей и вот что-то создать. В этом наша сегодняшняя особенность. И также особенность в том, что мы будем рассказывать о том, как делать это практически без денег. Вот просто своими внутренними ресурсами, возможностями, деньгами. Потому что зачастую ставится вопрос, ну там у меня нет денег, у меня нет возможности, у меня нет образования. И как бы все тут остается. Вот все тут прекращается, останавливается именно на этой черте, потому что мы не знаем, как дальше пойти. Поэтому, я скажу так, если, допустим, вы вспомнили за телеканал «Надия» или там за какие-то другие мегапроекты, у них абсолютно другой путь развития. Там есть бюджет, там есть профессиональные люди, вовлеченные в команде. Это своего рода у нас сейчас лайфхак, как с подручными средствами, начать и что-то делать. Вот в этом наша особенность. Если там есть у вас профессионалы, там мега креативные люди, есть структура, есть там большой бюджет, наверное, я не смогу быть очень сильно полезным, потому что вы абсолютно на другом уровне это делаете. Но если вы не знаете, с чего начать, вам кажется, что не хватает многих ингредиентов, то вот как раз в этом я, ну и мы можем поделиться нашим опытом, и мы можем быть для вас полезными. Как родилась сама идея, из чего все это началось? Ну, статистику давайте просто в цифрах. На данный момент, если суммировать всех подписчиков в социальных сетях и в Ютьюбе, может быть, там 30 тысяч будет просмотров, наверное, там 20 миллионов, благодаря вот этому вирусному клипу тоже. Около 500 видео, единиц материала, там 500 статей, 100 каких-то аудиопроповедей мы создавали. Вот приблизительно то, что было сделано за 5 лет в 2014 году, вот 1 сентября мы открыли этот канал на Ютьюбе. Значит, я учился в библейской школе, в библейский колледж в Черновцах, потом учился в ТОДВТС, и я понимал, что мы как церковь имеем вот ту истину, нам есть что сказать, да, действительно, мы пришли к пониманию истины, но мы очень плохо доносим эту истину окружающим людям. Ну, представьте себе, что светские люди попадут на обычную нашу традиционную церковь у нас, да, они не поймут, для них это будет, ну, очень радикально, прямо в лоб. Мы говорим на своем, знаете, религиозном языке, а для людей это непонятно. Вот я хочу специально вам рассказывать и делиться определенными принципами в форме повествования. Вот как я к этому шел, как мы к этому шли, через какие грабли мы там переступали, наступали, с чем мы сталкивались и какие мы принципы выработали в нашем контексте, и благодаря которым мы там вот чего-то достигли и в чем-то преуспели. Все началось с того, что я вернулся там с ТОДС, в Черновцы, начал тоже там в Библиотском колледже служить, в поместной церкви, у нас открывалась новая церковь на тот момент. Я понимал, что как бы есть нам чем делиться, есть нам что сказать, но мы очень плохо коммуницируем это людям, которые живут в окрестностях и вокруг церкви, вокруг церковного здания. И тут я понимал, что нужно как бы переводить этот церковный язык, библейский язык, на язык общества. И вот медиа, это прекрасная платформа для того, чтобы это все оформить и перевести этот как бы церковный язык на их понимание. И вот тут специально вот такие флажки и бирочки с разными словами, с переводом того же слова, одного и того же слова. И вот тут первый принцип, к которому мы пришли и который мы рекомендуем для вас, это интерпретация или перевод. Мы библейскую истину должны интерпретировать, мы должны переводить на язык общества. Потому что времена меняются, культура меняется, люди живут в своих парадигмах, в своих микромирах. Мы не можем прийти просто так, ворваться в их мир и говорить на нашем языке. Поймите, есть вот этот барьер культурный, географический и так дальше между нами и библейским языком. Даже те же авторы Библии, те же апостолы также оставили свой вклад, свою вот эту еврейскую культуру или еще что-то там. Божье послание не приходит вот просто так и в чистом виде доходит до нас. Оно преломляется через вот человеческую природу. И вот эта Библия уже есть у нас. Мы также отсюда вот должны брать и доносить до окружающих людей. Поэтому мы говорим тут за интерпретацию, за то, что нужно это все вот доносить на понятном языке для людей. И также, когда мы говорим за Гомилетику, есть такой предмет, как проповедовать искусство проповеди, как строить проповедь в церкви, то есть такое выражение, что проповедник должен строить мост от тогда и там, к здесь и сейчас, чтобы приблизить людей, чтобы приблизить эти миры. Тот мир античный, еврейский, к нашему времени. То есть это наша задача интерпретировать библейское Божье послание. Значит, это один из пяти принципов, с которыми мы хотим с вами поделиться. Значит, была первая встреча, просто мой друг снимал свадьбы, там Вадим был на этой встрече, даже не был Вадим, Артем и Володя, неважно. Несколько человек собрались, давайте-ка вот создадим что-то там хорошее, давайте будем создавать какой-то христианский контент. Ну, из нас один снимал, может быть, свадьбы, другой имел какие-то идеи, давай какие-то свидетельства, давай что-то другое. Просто собрались на чай, и это был такой старт нашей команды, и мы начали это делать. Когда уже дошло до дела, ну что мы снимаем? Ну, Виталик, давай, ты же учился в библейских семинарии, приготовил какое-то послание, и там я, еще есть одни из первых роликов на ютюбе, я готовил вот это послание, приходил, они там собирались, несколько человек, купили какой-то свет, выставили декорации, я вот как бы начитывал вот это послание, так, по-серьезному, по-богословскому, как я это понимал, и старался серьезным лицом все это говорить на камеру. И так несколько раз мы это все снимали, мы приходили, и я понимал, что люди томятся рядом со мной, они приходят, ну, критивные люди стоят за камерой, снимают, а я как бы вот говорю о таких каких-то серьезных вещах, и я понимал, что как бы им нужно что-то больше, им нужно что-то больше, и они хотят каких-то художественных работ, художественных роликов, и тогда они как бы ожидают меня, то, чего я не мог им дать, они там предлагали мне какие-то роли, Виталий, давай ты там будешь выходить из машины, там снимать очки, там белых перчаток, был у них какой-то сценарий, я говорю, ребята, я проповедник, я служитель церкви, я не могу этим заниматься, давай пусть это сделает кто-то другой. И вот тут я пришел ко второму принципу децентрализации, децентрализации вот этого или башковитого, или креативного человека, или режиссера, то есть не все зыждется на вот одном человеке, который всем диктует, как это нужно делать. То есть мы говорим о децентрализации. И снова, почему-то, потому что мы делали это за счет волонтеров, мы делали это практически без денег. Другое дело, когда это определенный телеканал, это какой-то бизнесмен, он во главе этой пирамиды, он берет, он финансирует, он ставит задачу, он продюсер, он заказчик, поэтому все должны выполнять поставленную задачу. Так работает, когда есть деньги. В нашем случае мы выработали, мы искали, как сделать так, чтобы этот проект двигался, развивался без денег, без ресурсов. Поэтому мы провели вот эту децентрализацию, и мы даже начали делать такие таблицы, начали расписывать, кто себя видит режиссером? Ага, вот столько людей. Сколько людей видят себя там диктором? Столько людей. Сколько людей могут снимать? Столько. Монтировать. Мы сделали там несколько таблиц, там куча людей у нас нарисовалось. Как бы мы даем возможность и говорим, давайте, найдите себя, попробуйте. Мы даем вам возможность. И не, я говорил, не требуйте все от меня, я буду там снимать то, в чем я хорош, а вы пробуйте, пожалуйста, берите все, что вам нужно. Вот камера, вот мы вам помогаем. Кажется, что это очень простые вещи. Я видел очень много медиа-начатков. Я видел очень много проектов, которые заглохли там, где то ли пастырь, то ли один человек не склонился, не сломился и не был готов делиться вот этой властью. Он был там авторитарным. Ну, допустим, в некоторых церквях там пастырь говорит, вот, начинай медиаслужение, да, молодежь собирай. Вот, мы все должны делать там медиапродукты. Что мы делаем? Вот, я там проповедую, вы там собирайтесь и снимайте мои проповеди. Ну, и несколько раз молодежь там с камеры приходит, снимает, им это неинтересно, им это скучно. Чуть-чуть работает этот проект, потом глохнет и не развивается. То есть, это нужно понимать. Нужно оставить свое «я», нужно оставить свое эго. Знаете, у меня тоже было что-то внутри. Ну, я, вот, я как бы хочу стать там кем-то, медиаперсоной. И, как бы, я мог там врываться и говорить, все, я везде там, каждый второй ролик со мной. Вот такой подход. Ребята, делайте вы. Проект развивается. И потом, я временами, когда мне нужно, я уже абсолютно в другом проекте, в другом измерении, на другом уровне это все делаю. Потому что проект развивается, и я частица этого проекта. Это тоже, как бы, бонус в мою сторону. Когда я вижу вот это сектантское мышление, такое авторитарное, такое ограниченное, что я все, я самый умный, я самый там смелый, только меня и все вокруг меня. Это очень сильно портит отношения, тормозит развитие и так дальше. Если вы хотите начать подобный проект, как у нас, у вас нет особых ресурсов, вы должны провести вот эту децентрализацию и давать возможность людям найти себя и пробовать вот все это по-разному. Значит, команда расширялась, все равно у нас вырисовался один основной человек, который, как бы, был основным таким режиссером, и я видел, что внутри команды, когда мы собирались и уже обсуждали, ага, что мы снимаем на следующей неделе, снимаем вот этот ролик. И вот все равно был один человек, который толкал и начинали спорить. Кто-то видел вот так, кто-то видел по-другому. Вы знаете, люди творческие, они очень специфические и сложные люди, и они все правы, я это наблюдаю, смотрю, хочу всех примирить, хочу, чтобы это развивало, чтобы все работало, а как бы не идет, и я не знал, что делать. Тогда мы назначили вот просто разных режиссеров и сказали, вот ты видишь так, ты берешь из этот проект, пожалуйста, берись, делай по-своему, главное, чтобы ты постарался, чтобы это было хорошо. Ты режиссер, делай это по-своему. Вы не пересекаетесь, вы работаете отдельно, порознь, потому что как начинается вот это, мы иногда хотим добиться, знаете, коллегиальности, что только все, ты должен, там, тебя через колено мы ломаем, ты должен обязательно согласиться и подписаться, если нет, там, ну, что это за единство? Должно быть единство в разнообразии, не нужно прям брать и творческих людей склонять и ставить на колени перед одним человеком, дать ему возможность снимать это по-своему. Поэтому вот мы выработали вот этот третий принцип, принцип плюрализма или множественность. Сегодня очень, как бы, популярный термин, такой дух времени, что у каждого там своя дорога, каждый находит себя по жизни. Это сейчас не за мораль мы говорим, не за ценности, но мы говорим вообще за подходы разные, что мы в творческом коллективе должны выработать вот этот принцип плюрализма, когда люди могут видеть по-разному, нет там белого обязательно или черного, знаете, творчество, сценарий, режиссура, можно подать абсолютно по-разному, можно покрасить картину, ролик абсолютно по-разному, то передаешь определенные настроения, когда начинаются вот эти споры, что вот так, а не так поставленная картина, не так передали, а вот мы хотели то или другое. Мы сделали так, мы создаем определенную базу идей, много идей. Собираем этих людей там раз в неделю и говорим, вот у нас есть идеи, кто готов взяться за эту идею? А, вот это мне близко, вот я как бы вот имею представление, как бы я это поставил, как бы это снял. Пожалуйста, мы все тебе помогаем, ты творец вот этой истории, мы тебе помогаем. Ты за что берешься? Вот тебе близко это, я могу вот это делать. И вот мы давали такую свободу, мы ценили мнение, подходы других людей и люди включались. Они приходили в таком случае, они, знаете, не то, что от нас не получают денег, они сами вкладываются, они своими финансами служат, они, это было еще такое время, когда люди хотели попробовать себя, это новое, это была такая первая любовь, что люди были готовы там максимально в это вложиться, чуть-чуть этот пыл как бы исчез, но тем не менее оно вот все равно работает в таком духе. Если вы даете возможность, люди готовы вложиться. Если, снова говорю, это под одного человека, под одну идею, альтернатив нет, люди закрываются, уходят, и они не готовы вот помогать. Значит, вот это как бы вот такой третий принцип. Команда еще больше росла, мы там решали, над чем мы сейчас работаем, во что вкладываемся, снова были разные вкусы, как я говорил, мне там ближе какие-то программы, какие-то там теологические рассуждения там, аналитические. А у нас команды, ребята, какие беспардонные, Виталий, это скучно, это никто не смотрит, это не можем снимать. И вот тогда я понимал, что есть вот разные вкусы у людей, и не можно сказать, допустим, что это не нужно. Есть, допустим, богословские предметы, они для десятерых студентов, но это определенный уровень вклада, это принесет определенный результат в другое время. Это не проповедь там на 300 человек. Поэтому все имеет право быть, но просто на своем уровне. И тогда мы создали вот этот четвертый принцип, принцип шкафа. Мы просто создали этот шкаф, как мы говорим, и создали очень много полок. Вот это полочек, скажем так, это плейлисты на YouTube, если хотите. Это категории на нашем канале, на веб-канале, на сайте. Знаете, мы не ставим себе за цель обязательно все заполнить в равной пропорции, заполнить вот эту полку другую. Нет, мы просто создали. У нас есть практически полки для всего, что угодно. Начиная от богословских рассуждений, заканчивая юмористическими какими-то фишками и роликами. То есть создали эти полки и потом наблюдаем, ищем творческих людей. Полки у нас созданы, категории есть, люди есть. И говорим, есть желание, можешь сам потянуть, мы поможем. А не можешь, что ты можешь? Вот это. Если находим троих единомышленников, объединяем, вы какой продукт создаете? Вот такой. Пожалуйста, ложим вот на эту полку. И таким образом вот этот принцип шкафа нам позволил пробовать многое. Иногда ты планируешь одно и думаешь, вот мы это сделаем, вот это выстрелит. Если ты весь фокус, всю энергию лёшь просто, как бы все корзины в одну ёмкость ложишь, что ты можешь это всё потерять, можешь не пойти, может не выстрелить. А так ты пробуешь разное. И ты никогда не думал, что именно вот это может выстрелить. Что это пошло, вот это стало вирусное. Люди брали, люди репостили, люди это распространяли. Поэтому есть определённые преимущества, есть плюс в этом, когда ты пробуешь разное, ты включаешь абсолютно разных людей, ты даёшь им возможность развиваться, находить себя. И когда появляется вот этот продукт, ты просто берёшь и ложишь на определённую полку. Очень интересный у нас тоже проект есть, он такой простой, это неполноценный клип, но мы называли «На волне сердца». Мы ищем человека, который написал то ли стихотворение, то ли песню. И в акустическом виде, там под клавишей, под гитарой мы зовём в студию, и они записывают свои песни. Есть некоторые песни авторские, которые набрали десятки тысяч просмотров, тысячи просмотров, десятки тысяч. Это как бы люди, которые творчески написали какие-то песни, но о них мир не узнал, люди другие не знали. Никто не вдохновился и не получал пользу от этих песен. То есть мы помогаем человеку реализовать своё творчество. Вот этот подход у нас всегда прослеживался. Мы ищем человека и помогаем ему найти себе место на одной из этих полок. И сейчас работаем так. Мы абсолютно не вкладываемся, не тратим больших денег, чтобы приглашать специально какого-то спикера, какую-то группу к нам. У нас есть разные полки. Приезжают же в нашу область, параллельно занимаемся в церкви, объединение какое-то у нас есть, приезжают хорошие спикеры. Мы их ловим и за раз, допустим, два раза уже за последний месяц мы приглашали хороших людей. Они служили на студенческом движении, они служили там на школе лидерства, они проводили конференцию и они пришли в студию. И мы снимали и там, и там, и там, какой-то материал загрузили у нас, какой-то материал остался там. И заодно мы получаем абсолютно бесплатно человека, спикера, хороший материал у нас за счет других, которые другие звали, другие приглашали. Поэтому тут очень важно быть в хороших отношениях, быть в движении, быть среди служителей, среди церквей. И ты просто параллельно ловишь момент и это записываешь. Приезжает какая-то музыкальная группа, да. Заодно в студии там в акустическом виде все, за раз можно несколько песен записать. Таким образом, с минимальными вложениями мы расширялись и получали вот этот медиа-контент. Если у тебя только одна полка и ты делаешь только музыкальные работы, ну слушай, проходит время, ты должен наполнять эти полки, эту полку одну, да. И ты зовешь людей, ты приглашаешь, ты тратишься, заселяешься и все это тебе выходит намного дороже. Вот этот формат с шкафом, когда у тебя разные полки, обходится намного дешевле. На данный момент у нас там есть один-два человека, которые постоянно в офисе, они там координируют что-то монтируют, но все, что мы делаем, это больше по деньгам. Если нам бы пришлось за все это платить, это было бы все очень дорого. Значит, вот последний принцип, он очень созвучный с предыдущими, это перевернутая пирамида. Как я говорил, у нас нет вот человека наверху, заказчика, который нам диктует, что делать. У нас люди абсолютно из разных церквей. Мы специально, ну так сложилось, что я на тот момент был ответственный, студия находилась на третьем этаже в здании, где находится наша церковь, и все ассоциировали этот проект со мной или с нашей церковью, потому что много людей из нашей церкви были задействованы в этом проекте. И мы специально даже, ну такое определение дали, что инсталгад это объединение творческих людей, внимание, не там пятидесятников баптистов-харизматов, а именно объединение творческих людей, вплоть до того, что это может быть просто православный, абсолютно неверующий человек, но если он творческий, значит он с нами. Значит объединение творческих людей с целью создания медиатического медиаконтента и распространения его там в социальных сетях, в СМИ, грубо говоря. То есть мы объединяем просто потенциальных, креативных, творческих людей с одной целью, чтобы создавать что-то там морально-этическое, что-то хорошее, что-то христианское, чтобы распространять добрые ценности в этом мире. Вот вокруг этого мы и собрались, люди абсолютно разные, мне постоянно приходится это подчеркивать и говорить, не ассоциируйте этот проект с нами, мы в хорошем смысле не подвластны, не подотчетны вот одной церкви, одному заказчику, спонсору, вот мы должны работать под него. Ну, жертвуют, и мы жертвовали, это также важный момент, сейчас будем говорить об этом. То есть мы работали так независимо, сотрудничали с разными церквями. Мы говорим так, вот Инсталгад это большая площадка, независимая, там, межконфессиональная. Мы, как наша церковь, да, можем вложиться, используя эту площадку, делать свой контент. Тут еще начались нюансы, почему у вас, вы знаете же, в церквях разные взгляды, там, это можно, это нельзя, клипы не такие, музыка не такая. А мы говорим, смотрите, мы отвечаем за свое, мы сделали свое на этой площадке. То, что сделали другие, там, более харизматические церкви, допустим, или музыканты на этой площадке. Ну, это как канал, ты не можешь там уже придираться ко всему каналу или к этой площадке. Там уже другие люди, как бы, у нас есть возможность использовать кусочек вот этой платформы и совершать, именно достигать, реализовывать вот свои проекты на этой платформе. Значит, если в типичных медиа структурах, сферах, каналах есть еще раз продюсер, заказчик, сверху там, совет директоров ставят задачи. Мы делаем такой-то, такой-то, такой-то контент, это прекрасная структура. Если можно выбрать из этих двух, есть финансы, нужно вот эту структуру взять. Но мы сейчас говорим за такой лайфхак, как обойтись без больших денег, как начать и благодаря волонтерскому пылу, там, желанию, энергии это сделать с минимальными затратами. Поэтому мы переворачиваем эту пирамиду и ищем сначала человека. И под человека уже строим все остальное. А не наоборот, что, братья, у меня есть проповедь, там, придите, снимите меня и я стану там звездой. То есть этот момент очень важен. И с таким подходом вы притягиваете большое количество людей вокруг себя. Вы собираете большое количество людей вокруг себя. Когда, все, это за многое уже подчеркиваю, что когда один во главе, то это людей отталкивает. И на данный момент у нас есть там десятки людей, у нас есть разные там группы. Допустим, в Вайбере кто-то просто репост делает или раз в месяц, два месяца чем-то нам поможет. Есть там более узкая команда, которые чаще встречаются и включаются на эти проекты. Но даже вот расширенная команда. Тем не менее, там нам нужен какой-нибудь инвентарь, нужны какие-то реквизиты для съемок. Мы обращаемся, пишем, у кого есть. Есть там люди на определенном расстоянии от нас, но они готовы включиться, когда это нужно. Вот приблизительные вот эти принципы, о которых я вот хотел говорить. Тут можно разве что показать вам, что один нюанс – это полки. Мы потом создали даже на Фейсбуке, на Ютубе несколько каналов. Один раз у нас был нюанс, нам забанили страницу в Фейсбуке. Это была там отдельная история, с чем это было связано. И мы просто все потеряли, нам восстановили в конечном итоге, но тогда мы создали разные страницы. Вот есть там по образованию, есть там по художественным нюансам, такие более творческие работы, есть детские программы. То есть мы начали создавать отдельные каналы, чтобы они развивались отдельно. Это тоже отдельная история, когда там большой винегрет и все на кучу, то как бы людям уже не интересно. Поэтому пытайтесь найти свою целевую аудиторию, максимально строить вот этот контент под эту целевую аудиторию. Деньги – это не преграда. Это не является оправданием ни в коем случае. Вот у вас тут уже несколько айфонов, вы можете использовать прекрасную камеру, пробовать. Вы сам себе режиссер, блогер, инфлуенсер. И вы можете делать крутые какие-то проекты. И я вам скажу, что сейчас есть очень большой спрос на что-то живое. И мы заметили, что создаем какую-то серьезную программу в студии, студийный свет, выкладываем все, оно для людей скучно, люди на это не смотрят. Делаешь что-то простое на телефоне или на недорогой камере и просто на улице, без этой студийной серьезной обстановки, и оно более заходит, более хавается людьми. То есть сейчас на это есть спрос, поэтому можете пробовать с молодежи. Не бойтесь пробовать. Еще один такой принцип, который я включил, я такой целеустремленный. Я ставил за цель, все, я еженедельно что-то там записываю, ну я по своей части. И я там, доходит время, я не готовый. Но я придерживаюсь этого принципа. Я прихожу, я не очень хорошо подготовился. Мне потом стыдно, я смотрю. Я потом в следующий раз лучше готовлюсь. Ну как бы я назначил этот график, я потом придерживаюсь этого графика, я это называю так. Ты создаешь систему, ты помещаешь себя в этой системе, в этом механизме, ты вот эта же маленькая шестеренка, ты себя поместил в эти механические часы, ты себя закрутил какой-то гайкой, ты обещал всем, что вот ты это будешь делать. Я обещал один раз в начале года, что я же ежедневно буду публиковать там одну статью. У меня был, на 40 дней наперед уже были подготовлены вот эти статьи. И потом все, не шло, не было чем писать, это время занимает. Но с трудом я это закончил, потому что я людям обещал, мне неудобно, мне стыдно. То есть я создаю этот механизм, я делаю какие-то публичные обещания, это такой подход ко мне, как я к себе нашел ключ, может у вас какой-то другой подход. Но когда вы создаете этот механизм, вы придерживаетесь потом этой структуры, этой системы, вы потом, чтобы не упасть лицом в грязь, вы стараетесь соответствовать. Еще один принцип, который я говорил в самом начале, я человек, вот сейчас передал это служение другому, там одному из наших основателей, он сейчас ответственный, я там по этой части более аналитической, может организовываю каких-то спикеров, но в целом я это передал другим людям, сейчас я там Диакон, церкви, проповедник, занимаюсь абсолютно другой сферой, даже не очень хочу, чтобы меня ассоциировали с медиа. Но так как у меня уже 5 лет там связаны с медиа, я вот делюсь с вами также этим опытом. К чему это? Что человек абсолютно далекий от медиасферы, может интересоваться, я там начал вкладывать свои деньги, это к тому, что я говорил, что позже буду говорить о жертвенности, сам покупал какую-то камеру, компьютер, начал вникать, как монтируется, как это делается, купил свет с этими стойками, поцарапал весь пол, мы тогда только поженились, жена меня ругала, что весь дом был забит этими софтбоксами, прожекторами, я пробовал дома, все, учился. И почему это важно? Ну есть там другие ребята, но пока ты сам не поймешь этот процесс, я не профессионал этого дела, но я имею представление, как это делается от начала до конца, да, я могу что-то там примитивное, легкое, сделать, ну как бы все от начала до конца. Знаете, если вы там в бизнесе, если вы там хозяин какого-то предпринимательского дела, вы знаете, как важно, чтобы ты знал все это, как делается. Люди приходят, уходят, работники приходят, уходят, тебе нужно в любой момент научить кого-то, показать, объяснить, поэтому очень важно, чтобы был хотя бы один человек, который начинает немного в это вникать, начинает вот этим всем интересоваться. Тут тоже несколько слов из моего опыта. Так я как раз сделал такую диаграмму по моей личной жизни, как строился вот этот жизненный мой рисунок. Когда-то в детстве я был заядливым геймером, я много времени там отдавал каким-то компьютерным игрушкам, но познакомился с компьютером. Потом, допустим, познакомился с теологией, я был в библейском колледже. И вот именно сочетание этих двух факторов и помогли мне реализовать этот проект. Просто, с одной стороны, есть люди, которые имеют что сказать, но они не знают, как это организовать, они не знают, как технически это работает. И есть другие люди, технари, но они не имеют чем поделиться, они не знают, как вот собрать воедино вот это послание и этим делиться. Поэтому развивайте в себе и ту, и другую часть. Если вы там больше человек, которому есть что сказать, вникайте немного, хотя бы немного в технические нюансы. Может быть, не у всех такое большое желание, как у меня было на тот момент, но все равно вам важно в это вникнуть. Снова, если у вас там нет денег, вы не нанимаете технаря и абсолютно за это не паритесь. Если вы хотите вот как-то сами, с маленькими инвестициями, то вам придется немного вникнуть и интересоваться, как это все работает. Ну, последнее тут, что я хочу там подчеркнуть, это работает как магнит потом. Изначально ты что-то делаешь, тебе самому стыдновато за то, что ты сделал и как оно получилось. Еще другие смотрят, а, да что они там делают, это как бы не очень, не очень получилось. Проходит время, ты подтягиваешь людей, ты еще наступаешь на те же грабли, потом получается чуть лучше, потом подтягиваешь людей, которые более профессионалы своего дела. И со временем те хейтеры, которые показывали пальцем, также подтягиваются. В конечном итоге уже в Черновицкой области христиан практически мы всех объединили, и они тем или иным образом помогали и участвовали в тех или иных проектах. То есть тебе нужно расти, не нужно ждать и говорить, вот у меня благородная цель, почему все не приходят, почему все не помогают, почему все не дают денег. К сожалению, сначала нужно пройти определенный путь, показать твое стремление, твою целеустремленность, твое желание. И со временем люди присоединятся и станут также единомышленниками, будут там жертвовать, и деньги найдутся, и спонсоры, и другие люди. И все это придет немного позже. Сначала вам нужно проделать определенный путь или отрезок пройти где-то самому и быть настойчивым в этом деле. Вот приблизительно это наша история в форме повествования, чтобы вам было интереснее, может быть, слышать, слушать. И какие принципы мы выработали. Это еще раз принцип интерпретации, что Божье послание нужно переводить на язык людей, это принцип децентрализации, не все задержится на одном человеке, это плюрализм мнений, разные позиции, идеи вы должны принимать, поддерживать. И даже если человек там новичок, не угасайте вот это желание человека, помогите ему возгораться. И принцип шкафа, и принцип перевернутой пирамиды, это наши какие-то принципы и методы, и взгляды, как это можно сделать с нуля, приблизительно пройдя подобный нами путь. Субтитры создавал DimaTorzok